Идет охота со всеми вытекающими. Под прицел случайно или намеренно попадают и те, кто имеет все права спокойно летать над Алтаем. Например, лебеди. Стрелять в них запрещено. Эту птицу спасло чудо. Пуля попала в крыло. Затем еще одно чудо, когда его привезли из Славгорода в Барнаул к врачам. Перебит был центральный нерв, раздроблена кость, несущий кровеносный сосуд был разорван. Крыло пришлось ампутировать. Птица его растерянно ищет после операции. Ее она перенесла хорошо. Да нет, вообще не воспринимает ничего такого, что у него чего-то нет. Одни отняли у него жизнь в дикой природе, другие приютили. Всю эту неделю лебедь привыкает к новому дому. Обживается на страусиной ферме. Ходить стал, хорошо водичку пьет, хлюпается. Хорошо, что и кушать стал нормально. Первые дни вообще плохо кушал. Аппетит растет с улучшением самочувствия. Благо птица юная. Этому красавцу нет еще и года. Молодой организм поправляется быстрее, рано заживает. Боли лебедя вряд ли мучают. А вот к равновесию без одного крыла птица пока не привыкла. Косолапит и долго на лапах не стоит. Впрочем, привыкает еще неделю назад дикая птица и к человеческой заботе. Малыш пока боится людей, даже от сотрудников фермы старается уйти. Соседка Индюшка, правда, уже ужился, но за пределы своего вольера за неделю ни разу не вышел. Вместо него за периметр ходит соседка. Она здесь немногим дольше лечит спину. Лебедя в обиду не дает, а храняет о всех. По словам сотрудников фермы, птица имеет все шансы на полноценную жизнь и счастливый брак. Потенциальной невесты есть. Но для этого нужно реабилитироваться. Специалисты говорят, что для спокойного существования здесь птице нужно минимум пару месяцев. После этого ее перенесут в пруд и у лебедя начнется новая жизнь. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком.